МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие два года в Восточном Казахстане полностью ликвидируют очередность дошкольных учреждений. Только за последние семь лет при партнерстве государства и бизнеса в регионе построили 124 детских сад и 500 мини-центров. В моногороде Серебрянске инвесторы открыли еще одни ясли сад на 120 мест. Предприниматель Венера Мусина отремонтировала здание, пустующее, более 15 лет и приспособило его к дошкольному учреждению. Местные исполнительные органы вышли с предложением к нам как предпринимателям открыть здесь детский сад. Это необходимо городу. Это дало какую-то надежду людям, что в дальнейшем город будет жить, будет процветать. В Павлодарской области в этом году реализовали семь крупных инвестиционных проектов. Один из них – завод по выпуску зимнего дистоплива. Уникальное производство, основанное на передовой российской технологии, перерабатывает обычное дистопливо в арктическое, способное выдерживать температуру до минус 60 градусов. На первом этапе предприятие будет выпускать 30 тысяч тонн продукции в год. В перспективе этот показатель увеличит до 50 тысяч. Это позволит обеспечить зимним топливом как крупное промышленное предприятие, так и покрыть потребность на внутреннем рынке, который сейчас сильно зависит от импорта. Причем стоимость отечественного топлива будет на 5-10% дешевле, обещают производители. Если до этого импорт весь шел с Российской Федерацией, при этом возникали моменты и перебои были, когда и техника даже оставала на карьерах, ввиду того, что некачественное дизельное топливо оказывалось залито. Сейчас эту проблему мы все-таки рассчитываем решить за счет этого предприятия. Это яркий пример развития малого и среднего бизнеса вокруг крупных наших системообразующих предприятий. Правительство утвердило госпрограмму «Цифровой Казахстан». Это позволит создать до 300 тысяч новых рабочих мест к 2022 году. А объемы электронной торговли вырастут почти на 3%. К этому времени, как отмечают эксперты, существенно увеличится количество пользователей интернетом, а сами казахстанцы станут более грамотны в этом вопросе. На выполнение программы направят 310 миллиардов тенге. По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 2,5 триллиона тенге. Принят бюджет союзного государства. Его доходная часть составит почти 7 миллиардов российских рублей. На эти средства предусмотрено финансирование 8 программ. 4 из них новые. Речь идет о совершенствовании пограничной безопасности, а также системы защиты информационных ресурсов союзного государства и объектов военной инфраструктуры. Главный документ Союза двух стран рассмотрели на очередной сессии парламентского собрания. Оно прошло в Брянске. Парламентарии обсудили также вопросы сближения законодательства Белоруссии и России. Расхождение в нормах часто приводит к проблемам. Особенно это касается экономики, миграции, трудоустройства, а также пенсионного обеспечения. Наибольших успехов удалось достичь в здравоохранении. Участники сессии договорились чаще встречаться в приграничных районах двух стран, где много совместных предприятий и ситуацию можно изучить на месте. Люди судят о союзном государстве и о нашей работе, по тому, насколько они могут воспользоваться здравоохранением, образованием, трудоустроиться и насколько действительно у них реализация идет равных прав конкретно для каждого человека. В Кыргызстане горно-лыжный сезон открыли с опозданием в две недели, поскольку не было снега. Сейчас базы из Сыкули заполняют туристы из соседних стран, но в этом году ожидают рекордное количество гостей. Кыргызстанцы обычно приезжают на день-два. Иностранцы, напротив, предпочитают отдыхать подолгу и большими компаниями. В Кыргызстане уже работает около десятка горно-лыжных баз. Еще столько же в основном в пригороде столицы завершают подготовку к сезону. Собираются со дня на день открыться. Популярность горно-лыжного туризма в республике растет с каждым годом. Развивается и инфраструктура. Сейчас почти на всех крупных базах появились канатные дороги с удобными сиденьями. Эксперты прогнозируют, в этом году горно-лыжные курорты Кыргызстана посетят почти полмиллиона человек. На встречу с участием руководителя белорусской железной дороги и дипломатов пригласили крупных российских грузоотправителей, а также представителей логистического бизнеса. Специалисты отмечают в этом году, по сравнению с 2016 годом, транзит грузов из соседней страны через Беларусь увеличился без малого на четверть. Однако возможности для роста остаются. Должна помочь и тарифная политика. Открыта Беларусь и для наращивания транспортных потоков из других государств. Ожидается, что к 2020 году на транзите грузов страна будет зарабатывать около полутора миллиардов долларов. В Республике Беларусь тарифы не менялись с 2015 года. Хотя есть определенный дисбаланс именно по расходам белорусской железной дороги. Но в целом по тарифной политике мы не намерены делать каких-то резких шоу. Сохраняем те преференции, которые уже установлены на следующий год. Но очень важно, чтобы эти преференции подтверждались объемом. Стабильный рост показывает в этом году нынешнюю торговлю Беларуси. Экспорт товаров и услуг приблизился к 30 миллиардам долларов и за 10 месяцев увеличился на 20%. Причем за границу продали. На 600 миллионов долларов больше, чем купили за рубежом. Предварительные итоги подвела Белорусская торгово-промышленная палата, которая во многом отвечает за продвижение бренда «Сделано в Беларуси». А промежуточные макроэкономические показатели обнародовали в Национальном статистическом комитете. Объем ВВП за 10 месяцев вырос на 2% и превысил 96 миллиардов рублей. На этом фоне возобновился интерес и уностранных инвесторов. Инфляция в октябре не превысила и половину процента. Как пояснили в Нацбанке, основная причина – замедление роста цен. В последнее время очень активизировались посольства европейских стран. Приезжали делегации французских компаний, делегации британских компаний, которые ищут возможности делать бизнес в Беларуси. Международная финансовая корпорация готова поддерживать иностранных инвесторов в их приходе на белорусский рынок и реализации проектов здесь. Переговорный процесс по Брекситу переходит во вторую фазу, посвященную вопросам безопасности и торговли. Но обсуждения начнутся не раньше января. Между тем, неопределенность, связанная с условиями выхода Великобритании из ЕС, уже сказалась на таких небольших коммерческих проектах, как совместное предприятие француза Фредерико Бертелло из Шампани и британца Ричарда Эллисона из Лондона. Партнеры приняли решение об экспорте вина в Великобританию незадолго до референдума, но полтора года спустя так и не могут разобраться в планах на будущее. По словам Эллисона, неопределенность накладывает ограничения на инвесторов. Если бы здесь оказалась Тереза Мэй, то я бы умолял ее о решении. Если вы действительно хотите поддержать малый бизнес, людей, которые встают с дивана и создают предприятие, потому что увлечены какой-то идеей, то ваш долг перед ними – принятие решения. Но Фредерик Бертелло, владеющий семейным бизнесом, пережившим две мировые войны, уверен, что этот кризис не отнимет у британцев любви к шампанскому и с оптимизмом смотрит в будущее. Власти Венесуэлы объявили об обязательной регистрации майнеров криптовалют. Соответствующую онлайн-платформу запустят 22 декабря, после чего будет составлен единый реестр субъектов майнинговой деятельности. Ранее правительство страны объявило об учреждении специального органа, призванного регулировать обращение в стране криптовалют, наблюдательного совета по блокчейну. А власти говорят, что намерены собирать информацию о том, кто и где занимается Венесуэлем майнингом и какое оборудование при этом использует. По мере углубления экономического кризиса и роста инфляции, спровоцированного политикой президента Николаса Мадуро, все больше торговых точек просят посетителей рассчитываться долларами. Однако американской валюты в стране не хватает, поэтому растет интерес к биткоину. За последний год объемы хождения криптовалют в Венесуэле выросли в несколько раз. Полиция провела серию операций по обнаружению майнеров и конфискации их оборудования. С другой стороны, президент Мадуро заявил, что власти сами готовы приступить к майнингу криптовалюты «Эль Петро» и выделить на эти цели 100 миллиардов долларов. Правительство рассчитывает таким образом избавиться от зависимости от мировой финансовой системы, контролируемой США. Рынок переживает сильный рост. В обычных СМИ появляется все больше информации о блокчейне. Раньше такого не было. Для венесуэльцев важно в текущей ситуации найти какое-то финансовое убежище, чтобы сберечь накопление и сохранить платежеспособность. Тысячи пенсионеров вышли на улицы Афин протестовать против новых бюджетных сокращений. Соответствующее решение греческий парламент должен принять на следующей неделе по требованию международных кредиторов. А для участия в акции в столицу прибыли люди пожилого возраста на 70 автобусах из различных частей страны. Тысячи человек из всех, в том числе самых удаленных уголков Греции, пришли сегодня на площадь Синтагма, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Они говорят, что постоянные бюджетные сокращения разрушают их жизнь. За последние семь лет экономического кризиса размер пенсии в Греции сокращался уже 23 раза. Некоторые пожилые люди потеряли до половины получаемых выплат. В бюджете следующего года правительство намерено также уменьшить ассигнование на медообслуживание, жизненно важную для пенсионеров сферу. Окончательную версию проекта налоговой реформы представили в Конгрессе США представители Республиканской партии. Реформа, в частности, предусматривает сокращение налога на прибыль предприятий с 35 до 21%. Авторы реформы утверждают, что выиграют от этого все. Законопроект должен быть направлен на подпись президенту США Дональда Трампа уже на следующей неделе. Ожидая скорое принятие реформы, американские фондовые индексы достигли нового рекордного уровня. Вступить в силу реформы может уже в следующем году. Предвижу, что и Палата, и Сенат одобрят законопроект о налоговой реформе, набравший уже огромную динамику. В результате этой реформы всем станет лучше жить. Сокращение налогов приведет к росту зарплат, поскольку наша экономика станет сильнее. К тому же это повлечет возвращение рабочих мест из-за границы. Продолжение следует...